Вот крестик, и потом мы начинаем снимать. Пока новинка работает только в тестовом режиме. Подобные приборы редкость в российских больницах, а потому необходимо провести ряд технических мероприятий по настройке и калибровке аппарата, оформлении необходимой документации. Он делает снимок и сразу выводит на компьютер снимок. То есть если мы до этого идем с кассеты распечатывать, то есть вот у нас там есть, то это у нас сразу выводит на компьютер. Стоимость прибора 4 миллиона рублей. Масса его около 70 килограммов. Но практичная конструкция на колесах позволяет легко передвигать рентгеновский аппарат, без труда маневрировать и при этом обеспечивать хорошую устойчивость. Он российского производства, закуплен по губернаторской программе «Здоровая Подмосковья». Он мобильный аппарат, обеспечит диагностику маловесных детей. Низкодозированный аппарат, поэтому вреда он детишкам не принесет. Напомним, что сейчас в Видновском перинатальном центре идут преобразования. В начале лета был открыт новый корпус, и за два месяца уже имеются серьезные показатели. 1 июня в этом корпусе уже пролечено более 200 пациентов однонотального профиля. Мы еще должны сделать некоторые переделки по реанимационным койкам, и тогда заработает полноценно весь корпус. Мы крайне нуждались в дополнительных площадях. И вот это вот взвешенное, прекрасное решение губернатора у передачи корпуса под Видновский перинатальный центр. Мы бесконечно ценим, и я думаю, что ценят и наши пациенты. Напомним, что на базе нового корпуса развернуто отделение на 40 коек патологий новорожденных и недоношенных детей. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.